Здравствуйте, дорогие студенты! Следующее наше практическое занятие по предмету экономическая математика на тему задачи на непрерывной случайной величины. После пройденного материала мы уже можем решать определенные задачи на непрерывной случайной величины. Нам известна формула определения вероятности того, что непрерывная случайная величина при испытании будет находиться в диапазоне от А до В. Это есть функция распределения в точке В минус в точке А. Пусть нам дана непрерывная случайная величина с функцией распределения f от х, которая имеет вид 0 для х не больше минус π пополам 0,5 умноженный 1 плюс синус х для х в диапазоне минус π пополам в π пополам и единица для х в больше π пополам. График функции распределения изображен на рисунке. Нас интересует, какова вероятность, что при испытании случайная величина х примет значение в диапазоне от минус π на 6 до π на 3. Воспользовавшись формулой, мы можем достаточно просто решить эту задачу. Действительно, ведь вероятность, что х будет лежать на интервале от минус π на 6 до π на 3, это есть значение функции распределения в точке π на 3 минус значение этой функции в точке минус π на 6. Подставляя данное значение в нашу функцию распределения, получаем 0,5 умноженный 1 плюс синус π на 3 минус 1 плюс синус минус π на 6. Упрощая, получаем такое выражение 0,5 в скобке синус π на 3 плюс синус π на 6 или же 0,5 в скобке корень из трех пополам плюс 1,2 или же равно 1 плюс корень из трех делить на 4. Переходим на второй пример. Пусть нам дана функция распределения непрерывной случайной величины, которая имеет следующий вид. 0 для х не больше минус π пополам, 0,5 умноженный 1 плюс синус х для х в диапазоне от минус π пополам до π пополам и единица для х больше π пополам. И нам нужно найти плотность распределения нашей непрерывной случайной величины. Сделать это несложно, если вспомнить, что плотность распределения непрерывной случайной величины это и есть производная от функции распределения, то есть производная от f большой от х. это будет иметь вид 0 для х не больше минус π пополам. Тоже 0 для х больше π пополам и 0,5 умноженный косинус х в диапазоне от минус π пополам до π пополам. График плотности распределения изображен на рисунке. Переходим на третий пример. Теперь нам надо решать обратную задачу. В предыдущей задаче мы, зная функцию распределения непрерывной случайной величины, вычисляли плотность распределения непрерывной случайной величины. И пусть теперь наоборот. Теперь известна плотность распределения. Из этого находим функцию распределения непрерывной случайной величины. Пусть плотность распределения имеет вид 0 для х меньше или равно 0, синус 2х в диапазоне от 0 до π пополам и 0 для х больше π пополам. Находим f большой или функцию распределения непрерывной случайной величины. как известно функции распределения это есть интеграл от минус до бесконечности до от минус бесконечно до x f от x штрих до x штрих подставляя место f от x штрих нашу плотность распределения получим следующий интеграл значит функция распределения равно нулю для иксов не больше нуля единицы для иксов больше пи пополам и определенному интегралу от нуля до x синус 2 x 3 до x 3 диапазоне от нуля до при пополам синус удвоенный угол выражаем через два синус икс штрих косинус икс штрих в интеграле это у нас не табличный интеграл занося косинус икс штрих под интегральный знак dx получаем 2 синус икс штрих до и синус икс штрих теперь у нас это табличный интеграл и получается синус квадрат x в итоге функция распределения равняется нулю для иксов не больше нуля синус квадрат x в диапазоне от нуля до пи пополам и единица для иксов больше пи пополам график функцию распределения изображен на рисунке теперь пусть нам известны следующие формулы математическое ожидание дисперсия средне квадратичное отклонение непрерывной случайной величины математическое ожидание непрерывной случайной величины определяется как интеграл от а до b x умножен f от x dx дисперсия определяется как интеграл от а до b квадрат от x минус m x умножен f от x dx и средне квадратичное отклонение определяется дисперсия под квадратным корнем переводе на 4 пример пусть нам дана непрерывная случайная величина которой задается плотность распределения вида 0 для иксов не больше минус пи пополам 0 5 умножен косинус x в диапазоне минус пи пополам допи пополам и 0 для иксов больше пи пополам надо найти математическое ожидание дисперсию средне квадратичное отклонение для данной неправильно случайной величины который задается с плотностью распределения подставив данные формула математического ожидания получаем 0 5 умножен на x косинус x от минус пин пополам до пи пополам это у нас не табличный интеграл интегрируем по частям и получается у нас x косинус x dx занесем косинус x под интегральный знак dx получать у нас xd синус x это же равно у нас x синус x минус неопределенный интеграл от синус x dx так как синус x dx это наш табличный интеграл и в итоге получается выражение x синус x плюс косинус x и плюс c так как это у нас неопределенный интеграл полученный результат подставим формула математического ожидания вот у нас идет определенный интеграл полученный результат и вычисляя верхних и нижних границах определенного интеграла получаем ноль теперь вычисляем дисперсию непрерывной случайной величины который задан с плотностью распределения dx по формуле определяется от минус пи вторых до пи вторых 0 5 умноженный x квадрат косинус x dx тоже не табличный интеграл опять же воспользуемся интегрированием по частям и получаем такой результат x квадрат косинус x dx у нас неопределенный интеграл равняется x квадрат синус x плюс 2 x косинус x минус 2 синус x плюс вы можете проверить взяв производную данного выражения у нас получится под интегральная функция теперь поставить данное выражение формулу дисперсии вот нас верхние и нижние границами от минус пи вторых до пи вторых и и вычисляя в этих верхних и нижних границах получаем 0 5 пи квадрат пополам минус 4 и упрощая получаем пи квадрат четвертых минус 2 из этого легко вычислить среднеквадратичное отклонение взяв квадратный корень из дисперсии это у нас квадратный корень пи в квадрат четвертых минус 2 спасибо за внимание оставайтесь дома спасибо за внимание